Я представляю интересы всеукраинской благотворительной организации «Преображение». Занимаемся мы помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а именно в большинстве случаев акцентируем свое внимание на проблемных наркоманах и алкоголиках. Разделяете наркоманов и алкоголиков? Ну, по проблеме. У нас создана и активно действует сеть реабилитационных центров на территории Украины. В Николаеве есть? Да, которыми я руковожу. В Николаеве есть? Да. Вот в ее заведении есть. А вот это заведение и есть центр, да? Да, да. Единовременно курс реабилитации проходит порядка 200 человек. А где по всей Украине здесь? Это крупные города. Киев, Донецк, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепр. Что еще? Кривой Рог, Харьков. В каких-то городах по два даже центра. Суть. Ну, сам ты, наверное, конечно, наркоман бывший. В Рослом, да. Ну, однозначно. В Рослом, да. Хорошо выглядишь, хорошо сохранился. Проблемы, подожди, или тут уж тоже надо, я вот немножко разделил. Проблемы серьезные были. Ну, сколько было? Ну, прокололся я порядка 8 лет. В 8 лет? Да. Это перерывах между строками, когда отбывал заключение. Вообще не украл. Я это не считаю. Ну, сидел, естественно, ну, там, наверное, по этим... Косвина, да. Косвина. Косвина. Ну, все. Ну, как бы это все просто... Имеешь право, можно это сказать? Имеешь право, потому что к этой теме, как бы, сейчас уже начали примазываться люди, которые вообще не понимают, о чем эти разговоры. Ну, есть, да, есть. Хорошо, принимаем. На территории Украины мы уже... Сам ты родом, подожди, давай уже попали. Россия, Краснодар. Россия, Краснодар. Да, да. Николаев давно уже? Год. Будет этим летом. Ну, молодцы, достаточно, как бы, присутствие ваше чувствуется. Вот. Присутствие чувствуется, я вижу, везде ваши рекламы. Меня многие спрашивают тоже. А что за... Это слабо еще. Мы развернулись очень слабо. Мы буквально несколько недель назад только получили государственную регистрацию. За два года, сколько мы существуем, мы только две недели назад получили государственную регистрацию. Нет, ну, проблемы-то такие, знаете, ну, детальные проблемы. Ты какого года? Давай определимся. Я 83-го года. 83-го. Ну, у меня сын 83-го. Тогда, конечно, давай я тебя уже в Дароманом называть. Да, называть. А ты мне как тебе удобно? Ну, Юлия Лисеевич, наверное. Хорошо, Юлия Лисеевич. Оно, если уже там близко с... Я вообще люблю, куда-нибудь... На чем я остановился? О себе. Больше расскажи о себе. Значит, то, что ты сам 8 лет кололся, это как бы уважение. Мне уже как бы уважение. И то, что ты понимаешь проблему. Сколько ты в чистоте? Сколько ты лично в чистоте? Более того, я понимаю и знаю эту проблему изнутри. Сколько ты в чистоте? В чистоте сколько? Он уже 4 года. 4 года. Достаточно. Я сегодняшний день добился. У меня есть и статус, и положение в обществе. Ну, не вопрос, достаточный срок. Любимая жена. У меня есть все, что необходимо для нормального человека, чтобы... Давайте, значит, о центре. О вашем центре. Насколько я понимаю, он религиозный, да? Нет. Нет? Абсолютно нет. У нас общественная организация. Мы полностью светские. К религии никакого отношения не имеем. Мы привлекаем к себе духовных лиц для занятия духовного кормления. Как бы каждый может выбрать для себя... Да. Молись, кому хочешь, правильно? Вообще, да. Сколько у тебя сегодня, ребят? Ну, порядка 20. Порядка 20. Да. Порядка 20. Выпуска еще не было, да, наверное? У нас выпуска нет. То есть, у нас, знаете, люди находятся, ну, сколько нужно. Мы сроков реабилитации не ставим никаких. То есть, вообще, ну, чтобы добиться человеку желаемого результата, это время. Нужен процесс реабилитационный, который у нас хорошо отлажен. Сколько понадобится времени для того, чтобы человеку начать жить нормальной жизнью, это вопрос вообще суббой индивидуальный. Кому-то и полугода, кому-то и года. А кому-то и год проведенный в центре не хватает, так как он выходит в мир, там, да, где много искушений, соблазнов. И он падает опять во все тяжкие, так как не укреплен, вот именно в том, для чего он пришел в центр. Как бы, ну, много здесь чего интересного. Просто у нас есть такое знаменательное событие. Мы две недели назад получили, наконец-то, эту государственную регистрацию. Теперь мы полностью легитимные и организации легитимные на территории Украины. У нас, если вы знаете, вообще российская организация преображения России. А теперь преображение Украины, да? С центром в Николаеве? Да. Вообще. Я вам покажу сейчас условия. Да я верю тебе, Господи. Вообще. В каких условиях у нас ребята правда? Нет, подожди, супер. Центр в Николаеве. Потому что я, вот смотри, вот ты сейчас говоришь по поводу легитимности и всего остального. Вот общественное движение родителей против наркотиков, я абсолютно нелегитимное. Мы еще до сих пор не можем зарегистрироваться. Ну, времени, времени нет. И, как бы, ты гражданин Украины уже. Нет еще. Ты гражданин России. Но это не имеет никакого значения. Еще больше. Это не имеет никакого значения. Жена у тебя гражданинка Украины. Да, да. Рассказывай о себе. Рассказывай о себе, рассказывай о центре. Все, что мы делаем, все, что мы делаем, абсолютно бесплатно. Для всех. В большинстве случаев мы занимаемся проблемными наркоманами. Но мы не отказываемся ни от кого. Любой человек, кто попал в трудную жизненную ситуацию, не может... Не, ну, в любом случае благотворительность, если кто захочет, может вам дать... Любой человек, который в силу жизненной ситуации не может реализовать свои гражданские права, мы вам поможем. Будь то бонж, будь то погорельцы, будь то еще кто-то. Ну, конечно, в рамках нашей организации. То есть это кровь, одежда, дневное пропитание, первое, это врачебная медицина. С какими-то проблемами? Ты живешь уже в Николаеве сколько? Девять месяцев. Девять месяцев. Ты уже столкнулся с какими-то проблемами? Я тебе, как советник городского головы по вопросам ликвидации детского пьянства и наркомании, в Николаеве, это, наверное, единственный город в Украине, где есть такой советник. Ну, там есть советники по самостроению, по, я не знаю, по экономике, по связям. Ну, проблемах каких? Личного плана. Ну, кроме финансовых, прости, дорогой, кроме финансовых. Проблем каких-то ты столкнулся с каким-то противостоянием властей? Столкнулся с противостоянием властей? Нет, но я отклика не вижу должного к тому, чем мы занимаемся. То есть, как бы, да, ребята, хорошо, молодцы, делайте то, что делаете, но, извините, помочь нечем. То есть, в первую очередь, мы привлекаем к себе внимание, привлекаем к себе внимание со стороны средств массовой информации, рекламных детям. Ну, кто-то помогает, кто-то не очень, но процентом соотношения, ну, вообще, вот из всех средств массовой информации 5 процентов. Ну, это люди, кто хотят помочь, и есть возможность. Хотя я знаю, что у всех есть возможности. Я прихожу, даже и мой раз там, ну, с законодательством действующим у Украины, ребята, есть в городе огромные проблемы. Нужна ваша помощь в освещении деятельности организации, то хотя бы, куда люди знали, куда они могут прийти со своими проблемами, где помогут. Меня реклама, пиар не интересует. Есть же закон, 5 процентов обязаны отдавать под социальную рекламу, ведь, но мы в контексте вот этого закона двигаемся, социальной рекламе, помогите. Нет, к сожалению, там, 5-е, 10-е. Вот, огромное спасибо здесь Амельчуку, вот, Александру, владеющему эстетики, да. Вот он, как бы, ну, вообще, ну, ребята, не вопрос, хоть что там, давайте все там, ну, как бы, ну, и через него вот мы размещаем рекламу. Давай, смотри, чтобы тебе было понятно. Кто-то, видишь, я тебе задал первый вопрос, кто-то запустил пулю такую, что вы, как бы, секта, что вы это вот, и вот, вот, какое-то такое противостояние. Почему-то у нас сильно боятся вот этого, как бы, сильно... Первый раз, если честно слышу, но могу дать объяснение по этому поводу. Ну, первое, значит, я встречался здесь лично с митрополитом Петеримом. Получил его благословение? Нет. Почему? Сейчас объясню. Как бы, попали мы под такую волну, я вообще пошел к нему, пошел к нему, мне посоветовали нам наши российские друзья. Это Ассоциация православных экспертов, то есть ее возглавляет, ее возглавляет Кирилл Хролов, уже слышали ее, там есть там такой Игорь Боликов, как бы, ну, это известные блогеры, ну, в России там, как бы, ну, и они возглавляют вот эту организацию. Вообще, это очень серьезная организация в православном мире, в России. Как бы, они мне посоветовали, иди обратись, мы от себя что надо, там, ну, рекомендации напишем, отправим, иди общайся. Я пошел к нему, записался на прием, долго ждал. Позвонили и пригласили, да. Ну, что же? Владыка старенький, да. Мы нашли с ним общий язык, он мне понравился, такой человек, там, рассказал о себе. Я говорю, Владыка, он мне, что хочешь от меня? Мы долго с ним беседовали, он говорит, что от меня хочешь? Я говорю, от вас хочу духовного окормления, ничего больше. То есть, ну, у нас есть люди, которые жаждут до Слова Божьего, да, и которым нужна инновация, что-то новое, чистое, не загрязненное. Они устали от наркотиков, с этого образа жизни, в котором мы видим, что-то нужно светлое, чистое. Я говорю, я сам православный христианин. Пришел недавно. Крест носишь? Ну, не ношу, я, ну, не ношу, пока. Пока не ношу, на секрет. На секрет, потому что каждый раз, вот смотри, я стал носить крест, потому что я в Николаеве объездил все.